всем привет приветствую себя на канале ну и сегодня в продолжение детективной истории об алексея навальном и его отравление наш герой мария певчих по порядку итак все мы видели видео кто следит за этой детективной историей об отравлении алексея навального главного оппозиционера прекрасной россии будущего и сбору улик вот как это было еще раз напомню то что нам показали видите вот тэрэд бум бутылки если вы что-то прекрасно здесь еще вот человек снимает на телефон но это видео нам не показывают итак сбор улик как объяснили на него на навальном live в передаче с любовью соболя о том что сразу пошли обратно и начали собирать улики вызвали адвоката да кстати обычно вы когда подозреваете что-то вы сразу вызываете адвоката идете а зачем вам адвокат для сбора улик непонятно но оставим это все в прелюдии и так марина мария наш главный расследователь она ценой своей жизни рисковала вы спросите меня почему она рисковала ну потому что она вывозила боевой яд или остатки боевого яда новичка из гостиницы в германию вы тоже могли спросить а как она догадалась чуйка просто не спрашивайте о том о чем не надо спрашивать это фу 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 об этом не спрашивают итак она собирает улики и вывозит их вот это видео которое слила маш вот она сначала до конца идет вот нам показывают кружочками вот здесь да проходит рамку и так у меня вопрос тем к тем людям которые летают часто летают я летал часто до пандемии сейчас мы все приземлились на нашей заднице и никуда никто не двигается я по крайней мере не могу себе этого позволить потому что не смогу обратно влететь страну и так вылетая на ручной клади нас досматривают мы все видим что марину досматривают марию простите и мне непонятно одно если она вывозила эти бутылки то как их пропустили да каким образом потому что вручную кладь не пропускают у меня отбирали все и маленькие бутылки со 100 миллилитрами тоже отбирали с питьевой водой хочешь пей и проходи дальше отбирают все кроме 50 миллиметров миллилитров запакованных в упаковке и ты идешь дальше но у нее этого не отбирают почему не понятно разве в приватном джете другие правила существуют для пассажиров чем в основных не об этом не уверен приватом я не летаю поэтому не могу вам об этом сказать но для меня это непонятно и подозрительно почему она смогла вывести и как через рутную укладь если это было не наручной клади тогда другой просто нам об этом нигде не говорят и об этом никто не распространяется это тайна но это еще не все хорошо а что она еще забрала что она еще с собой какие улики она вывела опять никто об этом не говорит ну и вот выходит прекрасное расследование bbc интервью с марией и и представляет то ли как главного полиционера то ли ее папа руководить лаборатории то ли не руководить если это не ее папа то она должна была об этом сказать но это все не важно да прекрасное прекрасное интервью она дает bbc и так вопрос сразу сбивает ее с ног как вы вывезли улики смотрим маша скажи пожалуйста про свою мотивацию на этой работе в чем она заключается зачем почему тебе интересно ловить жуликов моя мотивация очень простая мне хочется чтобы россия была нормальной страной где существуют законы где все справедливо и за которую не стыдно они не простите журналисты и спрашивают о ее мотивации не об уликах ссоре сейчас будет дальше секунду сейчас он ее точно спросит как это было мне очень сложно пройти мимо и не обращать на это внимание и абстрагироваться каким-то образом и я не знаю заниматься своим маленьким миром я так не могу я вижу что происходит и игнорировать это у меня не получается и до мария говорит здесь о том что она глобалист она видит все что происходит и тем чем она занимается не может не заниматься ну да это именно вот то что мы и все любим делать ну и особенности мария но это мелочи и так сейчас журналист и задаст тот самый вопрос который мы все хотели бы услышать от него сейчас но ты чувствуешь себя как будто ты один ну точнее не один ваш один фонд один против системы нет я чему ведь это же так и есть это совсем не так и особенно это видно когда мы куда-то ездим по регионам и или когда мы что-то даже просто снимаем когда мы выходим за пределы нашего офиса это очень заметно что мы совсем не нет это был вопрос о том что они одиноки или не одиноки своей борьбе и почему она не чувствует себя один комментарий которые не пишут и так далее каждый раз очень радуемся потому что мы понимаем что на самом деле нас гораздо больше кажется гораздо больше чем говорят по государственному строительству выходит ваша очередной жахнут также реакция на это расследование как правило абсолютно неадекватно самому расследованию то есть либо это молчание либо это какой-то абсолютно неадекватные комментарии серии мне здесь нечего сказать все это все моя теща действительно заработала эти деньги и так далее что вы в такие моменты чувствуется мы смеемся над их нелепостью и над этими абсолютными от чем чем неплохо за хороший ответ такой именно вот объемный глобальный что-то мы там неправильно указали они просто не могут ничего другого сказать ну да единственная печальная здесь вещь это в том что вот такая власть которая не отвечает на те расследования которое делает фонд борьбы с коррупцией считая это ниже своего достоинства считая что они не обязаны им отвечать еще по каким-то причинам я у каждого вы же понимаете они с той стороны не видят человека который сидит за фонарем поэтому ну вот такая вот власть что могу сказать нужно отвечать я бы отвечал они считают это ниже своего достоинства может они считают что не стоит на это отвечать или все это неважно не могу объяснить вам чем это мотивируется скорее всего то что они недосягаемые и они в таком вакууме который ну их никогда не сможет коснуться хотя мы видим как у куликаева посадили и знаменитые фсбшные посадки и так далее то есть когда нужно пик пик все обрезается и тут же все становится ясным понятным и идет в массы ну давайте мы вернемся работы впереди потому что ну во первых он любой человек который провел три недели в коме он разучился делать какие-то совсем совсем базовые вещи которых мы даже не задумываемся этот процесс занимает время случае алексея это не просто трехнезельная кома это еще и отравление боевым веществом последствия которого известны трем-четырем людям которые прошли через аналогичные и выжили он читает новости он почти нормально сейчас он ее спросит как она вывезла что она вывезла какие вещи кроме бутылок они еще какие улики смогли собрать подождите это же bbc но это же не тебе не какое-то дрыпанное сми это же bbc ббc эталон журналистики с большой буквы а три большие буквы то ли но то ли не но ну как то так вы что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии внизу потому что да и так доходит к алексею она видит что все хорошо зная чем его отравили и сразу делает ассамшен да то есть прогноз того как как будет идти его восстановление что ему будет тяжело и так далее то есть это и ну это от знаний или от того что она подчеркнула аддукторов или то что она уже настолько продвинулась своих расследованиях что ей достаточно беглого взгляда на бутылку для того чтобы понять что там а потом посмотреть на отравленного человека и решить что да это точно было вот так и что с ним будет и как он будет восстанавливаться и так далее ну что я могу сказать для меня это очень выглядит нелепо несуразно и неубедительно вопросы которые я бы задавал мари были бы другими мне бы хотелось бы понять как она смогла почему она взяла именно эту бутылку почему и дали эту бутылку что она взяла кроме этой бутылки почему она вывезла где она его вывезла и как вот это нас интересует хотя ну мы же не журналисты мы же не бибиси а всего лишь так и так дорогие а ваше мнение по этому поводу какое то что вот происходит и те сливы и маленькие кусочки информации которые выбрасывают нам ваше мнение для меня очень важно оставляйте его в комментариях не забывайте подписываться и оставлять лайк всем всего хорошего из системе